Здравствуйте, друзья! У российских властей и их придворных журналистов новый тренд. Теперь они заявляют, что для того, чтобы Россия победила в войне, эта война обязательно должна стать народной. К примеру, недавно такое заявление сделал один из руководителей администрации Путина Сергей Кириенко. Россия всегда выигрывала любую войну, если эта война становилась народной. Так было всегда. Но для этого необходимо, чтобы это была именно народная война. Чтобы каждый человек чувствовал свою сопричастность, заявил Кириенко. Из этих слов следует логический вывод, что сейчас война народной не является. Именно поэтому, видимо, Россия и не может до сих пор в ней победить. И победит Россия только в том случае, если война станет народной. Ну, то есть, российские власти фактически признают, что сейчас народ России сопричастности к этой войне не чувствует. И народной ее не считает. И именно поэтому российским пропагандистам дали задание требовать всенародной войны. Мы переходим в категорию народной войны. Не до конца понятно, как можно сделать войну народной искусственно. Если народ сам чувствует, что война является народной, то тогда ему и объяснять ничего не надо. Люди сами все понимают. А если народ чувствует, что война колониальная, захватническая, несправедливая. Если народ понимает, что война развязана по прихоти выжившего из ума полоумного диктатора, то тогда невозможно его убедить в обратном. И никак нельзя заставить людей все это развидеть. И дальше один из гостей студии, российский политолог, сталинист Сергей Кургинян, прямо так Соловьеву и отвечает, что народ не считает эту войну народной. И не чувствует никакой к ней сопричастности. Эта война не нужна российскому народу, поскольку люди видят, что на эту войну российское государство вербует зэков, бомжей, каких-то уголовников и прочие отребья. А когда к войне такой подход, когда таких людей набирают в наемники, то очевидно для всех, что эта война не является ни справедливой, ни народной, ни священной. Теперь говорите «народная война». А я вдруг слышу какие-то странные, для меня, как для рядового гражданина России, немного странные заявления о том, что мы там на войну будем отправлять типа бомжей. Да, я же слышал, я не ослышался, каких-то алименщиков и прочие всякие категории. В армию должна идти элит и элит. И идти для того, чтобы служить народу. Тогда какой-то разговор о народности будет. Народной может быть война, когда враг пришел на твою землю, враг вторгся в твой дом, и у народа нет другого выхода, кроме как защищаться. Ну, а когда к тебе никто не вторгался, но этот твой полоумный президент сам решил вторгнуться в соседнюю страну, напасть на чужое государство и для этого стал выпускать из тюрем всяких бандитов, убийц и прочих уголовников, тут для всех очевидно, что эта война никак не может быть народной. И понятное дело, что даже самые фанатичные российские патриоты, что бы они там ни говорили на публику, в глубине души все это прекрасно понимают. А что такое-то идеология, там, сбросим в армию бомжей и кого-то еще? В чем идеология-то эта? Идеология тут на самом деле может быть только одна. Это банальное разграбление соседнего государства. Собственно, поэтому и выпускают они уголовников из тюрем. Ну а кроме того, еще потешить болезненные амбиции мстительного, злобного дедушки в Кремле. Правда, с последним, знаете, что-то немножко не задалось, поэтому вот те самые зэки, уголовники стали как-то быстро заканчиваться и возникла необходимость убеждать население, что идет народная война. Ну это чтобы обычные люди, обыватели охотнее мобилизировались и шли погибать в Украину. Знаете, вот Кириленко в этой своей публикации, он на самом деле прав. Для того, чтобы выиграть войну, нужен боевой дух. Нужно, чтобы война была справедливой, была народной. Тогда действительно люди это понимают и охотнее в этом участвуют. А когда война таковой не является, если война не является справедливой, если война является захватнической, подлой и преступной, то невозможно просто так взять и заставить всех считать ее народной войной. Нет, это так не работает. И именно поэтому у России и не получится выиграть. Эта война не станет народной. Все понимают, что это на самом деле, что на самом деле происходит. Вот это очень важно, друзья, обязательно поделитесь этой информацией. И подписывайтесь на канал. Это тоже очень важно. Про то, что ты сказал, и сейчас мы увидим фотографию. Сенат Польши, будь ласка, покажите. Сенат Польши визнав российскую владу террористичным режимом. Цим все сказано. И вот сейчас, покажите, будь ласка, на плазме, если можно. Сенат одноголосно принял резолюцию про визнание влади РФ террористичным режимом, который, вкотре решительно засудить российскую агрессию, который вызывает все страны, которые поддерживают мир, демократию и права людьми, визнать владу РФ режимом террористичной влади. Вот скажем так. Вот такая вот штука. Есть очень короткая спроба. Все-таки с террористами говорить. Есть классика. С террористами не можно говорить. Иначе это мотивирует терроризм. Но с террористами все-таки переговоры ведутся. Про что ведутся переговоры с террористами? Про заручники. Про життя людей. Тобто, это тот интерес, на кого можно что-то говорить. Но когда ведутся переговоры, классика и протоколи снайперы занимают свою позицию. Тому, по-моему, сейчас, все были захоплены за нацко. Но не могли одразу визнать Россию способом террористов. Потому что, вважалось, что нужно как-то залишить каналы коммуникации. А потом, в тот момент, когда он шел накатом, развалившись, помните, как он принимал кого-то с барского плеча. Сегодня он даже в якости парламентарии, в смысле, люди, которая передает, скажем так, листовочку с проханием про переговоры, использовал уже Гвинея Бесаву. Уже не кого-то, потому что уже говорили, например, ну, скажем, Эрдоган. Неодноразово казал Эрдоган про то, что он за то, чтобы Россия и Украина вели переговоры. Нібито, уже есть успешный кейс про разблокирование украинских портов, про высочение украинского зерна. Но что сейчас говорит министр законодательства, и уже влада, Эрдоган, что особо не сказал, что умовою має бути восстановление территориальной ценности. Помните, в Захидном свете говорили, что мы не можем весь переговоры с Россией без Украины. Про Украину, ни слова про Украину, без Украины. Так же говорили? Десь так, что говорили? Если вы договариваете с Путином, то это ваши договоренности с Путином, сказал тогда Захид. Мы тут не берем участь. Мы не будем ввязывать нам свою точку зору, но вы договариваетеся тогда, если вы хотите говорить с Путином, как говорил Зеленский, то говорите сами. Но обратите внимание, мы хотели, чтобы нам посещали оружие. Нам могли бы посещать Хаймерсы, например, станом в березні месяце, если Зеленский ведет переговоры с Путином. Все, понятно. Поэтому сейчас ситуация изменилась. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Патреон или других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео.